Добро пожаловать в спортивную школу Олимпийского резерва «Юность». Со спортивного манежа экскурсия по спортобъектам города и началась. «Юность» – одно из старейших зданий, построенной еще в далеком 71-м. Нынешний директор Елена Мигунова говорит, что сегодня школа Олимпийского резерва – самая титулованная в городе. Еще бы, площадки для бега, прыжков в высоту и длину, отдельный зал для спортивной гимнастики. Правда, на вопрос о состоянии манежа одним ответом удовлетворительно не ограничиваются. В противовес хорошим новостям о чемпионских медалях – текущая крыша и резиновое покрытие, которые требуют ремонта. Рядом «Комета». Тоже школа Олимпийского резерва. Здесь на татаме чемпионы действующие воспитывают чемпионов будущих – 11 тренеров на 350 детей. Обратная сторона медали есть и здесь. Школе нужны новые площади. Тесновато. Жалобы руководства Молков фиксирует. Финальной точкой тура стала Академия тенниса имени Озерова. Шестая на маршруте после школы Олимпийского резерва ЦСКА и спортшкол «Айсберг» и «Олимпийский». Инфраструктуру в целом оцениваю как достаточно развитой, диверсифицированной, очень хорошо. У нас много направлений работы. В то же время я вижу, что в каждом направлении есть куда совершенствоваться. Таких объектов, вот как мы сейчас находимся, как Академия тенниса, такой уровень у нас, конечно, маловато. Основа есть, основа очень хорошая. Но везде есть какие-то вопросы и проблемы. А многие объекты у нас требуют серьезных вложений, реконструкции, развития, обновления материально-технической базы. Теперь предстоит выбрать приоритетные направления, говорит Павел Малков. Например, конкретно на Комете будут искать финансирование для расширения и строительства общежития. В юности предстоит сменить покрытие, отремонтировать крышу. Но самая обстоятельная работа предстоит с ЦСКА. Самый, пожалуй, сложный объект – это, конечно, стадион ЦСКА. Объект построен давно, к Олимпиаде 1980 года. Очевидно, что есть определенный износ, в том числе бетонных конструкций. Поэтому первая задача, которую я ставлю – это провести аудит, экспертизу, понять, какое сейчас текущее состояние. И параллельно нам надо с архитекторами обсуждать, как можно осовременить эту арену и вписать ее в наш будущий ландшафт. Деньги на это будут искать не в федеральном бюджете. Попробуют справиться своими силами. На следующей неделе этому посвятят совещание с министром спорта. И помощь обязательно будет, заверил Павел Малков. Потому что тренерский и директорский состав в спортшколах высококлассный. А инфраструктурная помощь – залог будущих больших побед. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».